История жизни Евгения Антоновича Вагнера – это история страны, непростая, с крутыми разворотами. Родился в Одессе. Во время войны на Юго-Западном фронте оперировал в полевом госпитале. Затем лагеря. Тогда немецкая фамилия была синонимом неблагонадежности. Березняки. Затем Пермь, которая стала его домом. Под руководством Вагнера была достроена хирургическая клиника в краевой больнице. Там проводились сложнейшие операции, в том числе и выполненные впервые в стране. Дмитрий Климов – пациент Евгения Вагнера. 32 года назад Диме было всего 8 лет, когда он чуть не потерял ногу. Произошла травма, с которой в то время никто не мог справиться. Врачи сделали невозможно. Решили ногу. И Вагнер, и Суханов. В детстве мой второй дом был. Очень много времени провел в больницах. Времени на семью у Евгения Антоновича оставалось мало. Много сил отнимало работа в клинике, в операционных, преподавательской деятельности, руководство мединститутом. Как вспоминает дочь Евгения Антоновича, отец воспитывал скорее примером. Привыкла к тому, что отца нет дома. Приходил поздно, уходил рано. Он мог с меня спросить. Если это касалось какого-то моего небрежного отношения к человеку, он совершенно не мог этого переносить. И учил меня быть внимательным к людям. Татьяна Евгеньевна тоже стала врачом. По-другому и быть не могло. Медицина стала делом семейным. Все собравшиеся на мемориальные мероприятия вспоминали о невероятном чувстве долга Евгения Вагнера, его преданности, профессии и человечности. Преподавателей много. Учителей очень мало. Мне повезло. Это академик Вагнер. Желание честно, в любых условиях, правильно делать свое дело, стремиться к большему. Тот же самый принцип велосипеда. Остановился, упал. Академик Вагнер с 70-го по 95-й год был ректором Пермского мединститута. За этот период мединститут вырос в крупнейшее учебное заведение. Он очень требовательный был. Он был как пример организатора, как пример ректора. Всегда для меня. Любовь огромная к вузу. Как говорит сегодняшний ректор Ирина Петровна Корюкина, до сих пор все свои начинания в отношении медуниверситета, она невольно сверяет с тем, одобрил бы то или иное решение Евгения Антоновича. Наличие вот такого мощного медицинского вуза на территории края, который вот стал таким и выпустил такие кадры именно под руководством Евгения Антоновича. Это очень серьезное достижение края. Но и на сегодняшний момент та планка, которая задана, она удерживается. Не только у меня, но и у очень многих моих коллег, однокурсников, в моей семье. У меня супруга тоже врач, со мной мы вместе заканчиваем мединститут. Этот человек просто легенда. Человек, который научил не только правильные диагнозы стоять, он учил думать, он учил брать ответственность. Идеи Вагнера по сей день высокая планка для нашей медицины. Быть плохим врачом не допустим, а плохим хирургом преступным.